29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. В России смертность от инсульта одна из самых высоких в мире. Ежегодно погибает порядка 200 тысяч человек. Еще столько же остается инвалидами. По данным Национального регистра инсульта, 31% людей, переживших эту болезнь, нуждаются в постоянной помощи. 20% не могут самостоятельно ходить, и лишь 8% выживших больных могут вернуться к прежней жизни. О том, как борются с инсультами тверские медики, расскажем в нашем сюжете. Неврологическое отделение областной клинической больницы предназначено для оказания специализированной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Работа отделения построена таким образом, чтобы экстренный больной с инсультом как можно скорее получил эффективную высокотехнологичную медицинскую помощь. Первые симптомы инсульта – внезапное онемение, слабость в руке или ноге, нарушение речи, координации, острая головная боль, перекос лица. При появлении этих признаков медлить нельзя. Необходимо вызвать скорую и оказать первую помощь. Уложить пациента спокойно на ровную поверхность. Желательно, конечно, освободить горло, да, там, дыхательные пути. Вот, далее, померить артериальное давление, если есть возможность. Никакие препараты пациенту давать нельзя, даже если давление там выше 200 миллиметров втутного столба. Это задача уже скорая. Важно успеть оказать помощь в рамках так называемого «золотого часа». Этот период времени до четырех часов с момента появления первых признаков заболевания. Когда необходимо оказать быструю квалифицированную медицинскую помощь. Это напрямую влияет на процесс восстановления. Михаилу Михайловичу 65 лет. 24 октября поступил в областную клиническую больницу с инсультом. Онемела левая рука, пальцы не шевелились совсем. Речь была нарушена. Супруга вовремя вызвала скорую и пациенту незамедлительно оказали медицинскую помощь. Рука поднимается, опускается, пальцы шевелятся. Речь наладилась. Врачи работают отлично. И обслуживающий персонал весь. Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения работает в областной клинической больнице с 2010 года. За 13 лет работы помощь получили более 20 тысяч человек с инсультом. В планах проведение школ для пациентов в рамках первичной и вторичной профилактики. Проще говоря, как предотвратить инсульт и не допустить рецидива.